И снова здравствуйте, дорогие рыболовы и те, кто только собирается к нам присоединиться. Голос моего сегодняшнего гостя звучит изо всех электроприборов, которые способны воспроизводить аудио. Он озвучивает кинофильмы, проморолики, рекламу. Его выхода в эфир с нетерпением ждут киевские автомобилисты, так как он лучше других знает о столичных пробках. Он начитывал все заставки для телеканала «Трофей», однако мало кто его видел в лицо. Итак, у меня в гостях радиоведущий Евгений Жигуль. Вы смотрите «Рыбалку со звездой». С вами я, Александр Безруй. Рыбалку со звездой. Рыбалку со звездой. Жигун Евгений Александрович родился в Киеве 6 ноября 1974 года в артистической семье. Отец – заслуженный артист Украины, руководитель хоровой капеллы «Почайна». Мать – научный сотрудник в Книжной палате Украины. На рыбалке 7 лет. За рулем с 1995 года. Первая машина – ушастый запорожец красного цвета с нарисованной на борту акулой. В 1993 году пришел в КВН. Играл в команде Киевского политехнического института «Ковбои Политеха». С 1997 по 2000 год играл в высшей лиге КВН Александра Маслякова. В 1997 окончил Киевский политехнический институт по специальности «Инженер-физик». А в 2003-м, окончив театральный институт имени Карпенко-Карова, получил диплом звукорежиссера кино и телевидения на радио с 1997-го. Прошел путь от рядового линейного диджея до программного директора крупнейшего в Украине медиахолдинга. За время работы создал более 100 авторских проектов. Занимается музыкальной аранжировкой. Работает как музыкальный редактор ТВ. Женат. Имеет двоих дочерей. Любимые виды рыбной ловли. Фидер, зимняя гирлянда, зимняя поплавчанка. О сроках запрета на ловлю, их нюансах и причинах. А также понимали всю важность сохранения баланса окружающей среды. А также понимали всю важность сохранения баланса окружающей среды. Телеканал... Ну, видишь как, ха, горло. Телеканал «Трофей» запускает цикл программ «Охота на браконьера». Телеканал «Трофей» запускает цикл программ «Охота на браконьера». Телеканал «Трофей» запускает цикл программ «Охота на браконьера». Мы в ответе за все, что происходит вокруг нас. Еще раз. Мы в ответе. Мы в ответе за все, что происходит вокруг нас. Женя, ну ты как рыболов, наверное, должен знать, с чего начинается хорошая рыбалка. Совершенно верно, с правильной кепки. Вот тебе от нашего телеканала, смотри, вот такая вот уникальная кепка. Это эксклюзив, их нет в свободной продаже. Ну, кроме того, вот что здесь главное, видишь? О, то есть можно и вечером, и ночью. Как раз для ловли леща. Как раз вот я люблю ловить леща ночью. Спасибо за кепочку. Я надеюсь... Сейчас померяем, подожди. Да, смотри, легла. Спасибо, друзья. Теперь я выхожу искать. Как канал Трофей. Все нормально, все прекрасно. Значит, давайте сразу я продолжу о том, что мы здесь будем делать и зачем. Попробуем сегодня поймать мы, если повезет леща, ну или хотя бы сенца. Может быть, густера проклюнется. Посмотрим. Я очень надеюсь, что чихонь еще нас может побаловать. Короче говоря, будем пробовать ловить на белого червя. Ловить будем одним крючком. Два опарыша у нас будет, так сказать, на крючочке. Будем использовать пенопласт. В прикормку будем использовать мы. Прикормка платва. Вот, темная платва. Два секретика, которые я сразу открываю. Первый секретик. Я добавляю тмин. Вот. Очень часто он меня выручал в ситуациях, когда ни у кого ничего не клевало. Я же уходил с рыбой. Вот тмин. Он перемолот. Запах специфический. Вот. И красную... Сухую кровь я добавляю периодически. На самом деле сейчас она не так актуальна, как еще в начале весны. Но, тем не менее, я ее для порядка еще высыпаем мы крови сухой. Вот. И сразу же фишечку расскажу. Сейчас мы ловим на... Показываю. Сейчас мы ловим на белого обычного опарыша. Купленного в магазине. Вот. Фишка в том, что я использую старый опарыш зачастую. Который у меня уже стоит довольно давно. Я перемешиваю его с новым, вновь купленным опарышем. Причем куколки, которые образуются, я не выбрасываю. Я засыпаю их в прикормку. Они дают определенный эффект, когда создают облако, то облако, которое привлекает рыбу. То есть они поднимаются вверх, поднимают за собой фракцию такую меленькую. И получается вот то облако, на которое собирается рыбка. Ну, во всяком случае, теоретически. Естественно, используем воду от местного водоема. Иногда даже я подбрасываю немножко песочка туда или глины. Замешиваем. По-хорошему надо было бы, чтобы это дело отстоялось, набралось влаги. Но, как говорится, и так пойдет. Вот такой вот красоту мы лепим. И вот туда бросаем. Смотрите, сейчас потихоньку оно будет разваливаться, развариваться. Уже пошли пузырьки. И это дело вот образует уже потихоньку муть, которая интересна рыбе. Дорогие друзья, так как запрет мы ловим на территории разрешенной территории, недалеко от города Киева, непосредственно, собственно говоря, в нем. С Настей у меня связано из двух крючков, ну, ловить я буду на один. На один длинный крючок. Почему оставляю второй короткий? Возможно, возможно, я потом с длинного перейду на короткий. Ловить все равно буду на один крючок по правилам, по закону, по справедливости. Игнорируют подсаживание пены. На самом деле, все зависит, конечно, от того, на какую рыбу мы собрались. Леща – это совершенно бесполезная вещь. Я же очень надеюсь, что еще сегодня, возможно, нам повезет, и мы поймаем чихонь. Поэтому пробую на длинный поводок. Цепляю три опарыша, вот таких красивых. Вот. И попробуем мы, возможно, поймать чихонь. Повторяю, сегодня мы надеемся на леща. Но это маловероятно, хотя погода просто менялась недавно. Поэтому лещ может в Игнори быть. Начнем мы с простой рыбы. С густеры и с чихоньки. Посмотрим, что из этого получится. Забиваем кармачок. Забиваем кармачочек нашей кашкой. Пенопласт очень часто спасает любой клев. Пенопласт и два-три опарыша идеально для чихонь. Хотя, повторяю, все зависит от сезона. Бывает, что пенопласт только мешает. Например, при ходе плотвы, на десне, на красного червя пенопласт совершенно не нужен. Люди даже не используют кармак. Хотя, в моем понимании, я всегда использую кармак, всегда кормлю рыбы. Даже если не поймаю, то хотя бы накормлю рыбку. Так, друзья, там творится жизнь. Жуть, да по-моему класс. Рыба бы аплодировала. Она так и будет сейчас делать. Забросимся, пожалуй. Ловлю сегодня я на 3,9 метра фидер. У меня их несколько. 3,9 метра сегодня для того, чтобы хорошо, далеко забросить, подальше. На самом деле, любимый мой размер 3,60 метра, но сегодня 3,90 метра. Ну что, поехали, да? С Богом. Женя, ну во-первых, респект тебе и уважуха за то, что ты наотрез отказался ехать на зарыбленный платник. И сказал, нет, я буду ловить на Днепре. Пусть мы ничего не поймаем, но зато все будет по-честному и по-справедливости. Ты принципиально никогда вообще не ездишь на зарыбленные водоемы? Или просто сегодня времени не было? Нет, я давным-давно не езжу на зарыбленные водоемы. И в свое время я там часто побывал, бывал, ловил рыбу, карпы и все такое прочее. Со сборной Украины имел отношение, в смысле, занимался карпом в том числе. Но как-то прошло это все. Не знаю, я не хочу ездить в аквариум. Мне большое доставляет удовольствие вот так с утра быть на работе, а после обеда, после рабочей смены попасть вот, в общем, недалеко уезжая от Киева, попасть на рыбалочку. Вот, как вы видите, рядом Киев, мы на территории нашего любимого города. И, собственно говоря, здесь, на этом месте я ловил и лещей, и судаков, и карасей, и даже сазанов, и сомиков. Поэтому все можно поймать и в Днепре, важно, как настроишь это дело. Ну, а как ты пришел к фидеру? Ты начинал со стальки или сразу? Ой, это дело очень сугубо личное. У меня есть друзья, которые до сих пор остались вот столичниками и ловят на сталь, и ловят очень успешно. В том числе и я. Я со сталькой вроде бы как завязал, но к фидеру я так и не пришел. Вот почему-то не могу я с ним подружиться, не мое это. Я сразу заинтересовался фидером, как только он появился на рынке, ну, на украинском, так сказать, рыболовном. И с тех пор, в общем-то, с него, как бы, не слажив, не спрыгиваю. Потому что фидер имеет очень много положительных моментов. Соответственно, да, он проигрывает, возможно, стальки в парусности, и, соответственно, в большей устойчивости на большем, на сильном течении, например, на Дисне, на той же. Но на Днепре, где ловлю я в основном, фидер все же делает, как мне кажется, сталь. Но на стальку ты ловил? Конечно. То есть, бросать ее можешь? Ну, конечно, само собой. Как же я бы пришел? Я ловлю рыбу с 7 лет. Я попробовал, кроме нахлоста, практически все виды лова. Поэтому, естественно, сталька была довольно большим отрезком в моей жизни. Это вызывает уважение. Спасибо. Я рад. Ну, а другие виды лова какие ты предпочитаешь? На самом деле, все очень просто. Все зависит от компании. Есть компании, с которыми я езжу только исключительно на карася, на удочку. Особенно это касается семейных и пар, и женщин в компании. Как я могу? Фидер – это серьезное дело. Рыбалка, в принципе, это серьезное дело. Поэтому удочка, наверное. А так, кроме нахлоста, я все перепробовал. Я очень люблю зимнюю рыбалку. Очень люблю зимнюю рыбалку. Даже не знаю, что я люблю больше. Фидер или все-таки гирлянду. И поплавчанку, я не знаю, какую большую люблю. Зимнюю поплавчаночку или летнюю. Поэтому это такая любовь довольно широкого спектра. А хищника зимой любишь? Хищника зимой не люблю. Не могу сказать, почему не пошло это мне как-то. Зимой, то есть летом, да, пожалуйста, лето, весна, с лодки, джиг, троллинг, все что угодно. А вот зимой почему-то, ну не могу я долго стоять на одном месте и махать рукой. У меня почему-то геометрально противоположное предпочтение. Я зимой только хищника люблю. А вот с мормышкой, особенно с голым, ну никак у меня не складывается. Не хватает у меня на вот это вот терпение. Попробуй не мормышка, а попробуй чертей. Пробовал, чего я только не пробовал. Я так же, как и ты, рыбачу, только не с 7 лет я с пеленок рыбачу. Прекрасно, тогда тебе. Ну мы же с тобой коренные киевляне. У нас это, по-моему, в крови. Совершенно верно. Тем более ты живешь, по-моему, на Абалоне, да? Я живу от рыбалки в 10 минутах езды. Ну вот, я родился на Куреневке. Я работал, по-моему, на всех радиостанциях города Киева, можно так сказать. Я уже сбился со счету, когда готовился к передачам, пытался посчитать. И постоянно работал программным директором. А в чем заключается работа программного директора? Я работал, на самом-то деле, ведущим сначала, обычным, линейным ведущим. Диджеем, как это у нас принято называть. А уже потом, со временем, когда приобрел навыки работы в прямом эфире, навыки построения продакшн-студии, навыки организации программирования станций, разобрал, вот, в общем, целая наука, на самом деле. Вот. Был музыкальным редактором радиостанции. Ну и вот, собственно говоря, потом добрался до программного директорства. Ибо вот программный директор и является собой вот всю творческую структуру, возглавляет ее. Надо мной только генеральный, но он уже занимается больше в общем продуктом. А я занимаюсь конкретно станцией, допустим. Вот у меня было несколько станций, где я был программным директором. Ну, то есть, это как бы продюсер, то есть, ты всей продакшеном заведуешь? Да, нет, 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 это полное построение эфира. Ты ответственный за все вопросы. И за вопрос организации прямого эфира, за вопрос одежды для радиостанции, так сказать, форм, там, джинглы, лайнеры, элементы. Ты отвечаешь и за новостной отдел. Это целый комплекс разных направлений, которые ты объединяешь своими знаниями, своим направлением, которые ты как бы ведешь. За данным аналитического центра Яндекс.Пробки, друзья, мы штовхаемся в столице на три балла за 10-бальну шкалу. Есть заторна Володимирская, от Десятинной до Короленківської. Тягнется Артема, Великая Житомирская, от Чорновола до Михайлівської. Есть заторна Володимирская, от Льва Толстого до Десятинной. Штовхаемся мы на Тарас Шевченко. Что ж, друзья, много хорошей музыки не бывает. Бывает плохое настроение, которое мы наверняка поднимем. Поэтому оставайтесь с нами. Тут же гон Евгений. Все будет пиз. Я знаю, что ты был программным директором одной из радиостанций, где генеральным директором была Алла Борисовна Пугачева. Ну, она была не генеральным директором, она была творческим руководителем, давайте так и назовем. Ты лично с ней пересекался? Конечно. Была у нас история довольно интересная. Вот какая она в жизни? Ну, слушай, ну, во-первых, как бы мы пересекались только на профессиональной арене. Так сказать, сцене. Поэтому я не могу сказать, какая она в жизни. Мне показалось, что она хороший, добрый, спокойный человек. С юмором и с определенной долей иронии в отношении вообще к жизни как таковой. Ну, а в работе как руководитель? В работе как руководитель, она, ну, повторяю, она творческий руководитель. Творческий лидер была, духовный лидер этого всего дела, всей этой радиостанции. Она показала себя со стороны творчества очень креативным человеком. Ну, в общем, на самом деле, я думаю, что тот опыт, который у нее был к моменту организации радиостанции, позволил бы ей, в общем-то, руководить не одной, а десятью или пятнадцатью подобными творческими медиа-единицами. А что сейчас с этой станцией? Станция закрылась, потому что Алла Борисовна, в общем-то, как бы, как я понимаю, ей надоело этим всем заниматься. Или, возможно, появились другие. Ну, мы довольно, в общем-то, хорошо с тобой осведомлены в этом смысле. Масс-медиа подкидывают постоянную информацию, поэтому я думаю, что ей просто не до радиостанции сейчас. Ты, наверное, знаешь, что я тоже когда-то в свое время закончил курсы радиоведущих, и буквально на втором занятии я просто понял, что это не мое. Ну, вот скажи, ну, как можно в темной комнате без окон, без дверей сидеть, общаться с монитором и не видеть живого человека? Тебе это нравится? Да, это мне нравится. Ну, на самом-то деле, я продолжаю работать и радиоведущим, и продолжаю заниматься звукорежиссурой. По одному из образований я звукорежиссер. По-первых, инженер физик, по-второму звукорежиссер кино и телевидения. Поэтому, в общем-то, да, это мне интересно. Плюс к этому я как диктор работаю во многих проектах в этой связи. Радио мне интересно, и стены меня совершенно не пугают, в отличие от тебя. Хорошо, я не люблю задавать провокационные вопросы, как некоторые мои коллеги. Ну, вот тут один вопрос меня очень-очень давно хотелось задать. Кто в 21 веке, в веке скайпа, интернета, фейсбука, передает приветы на радио? Ой, знаешь, я давно не работаю с паром. По-моему, таких программ уже осталось одна-два, одна-две и все. То есть, а это не популярно уже. Ты, наверное, в машине радио не слушаешь. Постоянно, в обеденный перерыв, пользуясь случаем, хочу передать привет и так далее. Неужели есть сейчас такие люди? Ну, видимо, есть. Я с ними давно уже не сталкивался, потому что я не работаю с подобным проектом. С подобными проектами сейчас. Однако, слушай, ну, всегда же интересно передать привет и сказать, мама, мама, сейчас меня послушаешь по радио. Это общая такая вот, как бы, даже не знаю, фишка, не фишка. Это требование внутреннего я для многих людей. Это самореализация отчасти, если хочешь. Ну, я знаю, что ты начинал с КВН, а причем с высшей лиги. В свое время играл у самого Маслякова. У Ситмого, конечно, да. На самом деле, начинал я с КПИ. Это важнее, интереснее, чем то, во что это вылилось. Ну, конечно, да. Потом мы развивались. Была какая-то команда КВН Ковбой Политеха. С этой командой КВН мы добрались до высшего эшелона. Это там, где Нилипа был капитаном? Да, Максим Нилипа капитан в нашей команде. Ковбой Политеха, напомню. Ну, одну из следующих передач я буду снимать с ним. Скажу тебе по секрету, я уже договорился. Он же тоже заядлый рыбак. Ты, наверное, лучше меня знаешь. Мы еще неоднократно выезжали ловить рыбу и на Десну, и на Козинку, и на Днепр, и на Озера. А вот по поводу КВНа. Да, мы играли в КВН. Несколько сезонов отыграли у Маслякова в высшей лиге. Потом была масса фестивалей. Сочи, Юрмала. Это было незабываемо. Это был тот этап, важный этап формирования нас как личности. Тей как личности. И нас как команды, каждого персонально в том числе. И оттуда именно появилось радио. Потому что мы когда-то, давным-давно, даже не помню, наверное, какой-нибудь 95-й год, мы начали записывать креативную, как нам тогда казалось, и на том этапе. Это была действительно мега креативная реклама для радио. Даже выиграли какие-то там на конкурсе радиорекламы, выиграли какие-то призы. Вот. Ну и вот я познакомился с продюсерами. Они предложили, а не хочешь ли попробовать. Ну и пошло-поехало. Если бы ты в свое время не попал на радио, кем бы ты мог стать? Очень сложно сказать. Я, наверное, бы стал музыкантом. Фактически я этим и занимаюсь, промышляя в том числе и аранжировкой, и диджеингом, и мастерингом. То есть от музыки я недалеко упал. У меня папа заслуженный артист, он меня всегда с мамой подталкивали. И к этому музыкальная школа, гитара, фортепиано, вокал, ну и так и инжи. Поэтому наверняка бы стал бы музыкантом или может быть продюсером каким-нибудь, если бы не радио. Ну а вот тебе не кажется работа радиоведущего немножко, ну мягко говоря, неблагодарной? Ведь ты же на самом деле, я не побоюсь этого слова, более популярный, чем некоторые наши заслуженные народные артисты. Ты же звучишь, ну как я говорил это вот в стендапе, ты звучишь абсолютно изо всех радиоприборов и электроприборов, которые способны воспроизводить аудиозвук. Спасибо за комплимент. Твой голос звучит в каждой машине, в каждой квартире. Ну вот ты где-то заходишь в метро или в магазин, а тебя не узнают. И никто не просит автографа, и никто не просит с тобой сфотографироваться. И давит на это. Какое счастье, какое счастье, потому что быть популярным человеком крайне сложно. Я работаю со многими популярными людьми, с медиапипл, это очень серьезная нагрузка, это очень серьезный такой вот тягар украинскую мову. Потому что быть популярным человеком дело неблагодарное. А одно дело, так сказать, формировать классный контент, получать удовольствие, а другое дело быть лицом. Я не люблю, мне не нравится. Но почему это дело неблагодарное? Если тебе на Бухаре даже скидку не дадут, потому что тебя никто не узнает. Какое счастье, что меня там никто не узнает. Хотя ты знаешь, вот к вопросу узнавать, очень часто узнают именно по голосу. Ну, то есть, когда начинаю что-то говорить с человеком, общаться, он говорит, подождите, вы не тот случайно? Да, тот из меня. А, и вот тогда мне дают на Бухаре скидку. Ну что же, ребята, мы очень надеемся все-таки на то, что дадут воду. И что все-таки наш лещ, он придет к нам. Ну, или хотя бы кляпс, густера или сенец. Пока что поклевок нет. Очень надеюсь, что все-таки они появятся с толчком воды. Ну, друзья, это же честная рыбалка. Честная рыбалка. Ничего не поймаем. Что ж, мы рыбу не подсаживаем на крючок. Зато какая красота. Обратите внимание. Городская рыбалка настоящая. Редактор субтитров А.Семкин Ну, ведь рыбалка это же не только рыба. Это природа, свежий воздух, замечательные пейзажи. Ну, и хорошая закуска. А поскольку у нас сегодня нет времени для полноценного шашлыка. Но у нас есть хорошие друзья. Ресторан Баркас. Что вы говорите? Пошли. Пойдемте. Эпиграф. Дорогие рыболовы. Если вы решили купить живую рыбу после того, как не поймали ничего, идите в самый дальний супермаркет от вашего дома. Это был эпиграф. Теперь история. Совершенно анекдотично. Понимаю. Но это правда абсолютно. Мы с Владимиром, с моим другом Владимиром, мы решили пойти на рыбалку. Он долго отпрашивался у своей жены, так сказать. И она ему сказала, окей, я тебя отпускаю. Но если придешь без рыбы, без леща, конкретно мы обсуждали лещ, без леща, то все. Собственно говоря, месяц не будешь выходить на рыбалку. Мол, не пущу. Мы поехали на Матвейский залив. Наверняка должен был быть лещ. Ямы, огромные гирлянды, зимняя рыбалка. Все, что угодно мы поймали, кроме леща. Ну, ничего страшного. Он говорит, в конце концов, ради того, чтобы месяц не сидеть дома, я зайду и куплю в супермаркете. Мы заходим, покупаем двух мороженых лещей. Ну, как бы, как вроде со льда. Со льда ловили, на лед клали. Снимаем все ценники. Все полностью, чтобы никто не подкопался. И выходя из супермаркета, внос-нос встречаемся с его женой. Короче говоря, такого леща Вова не получал никогда. Оп-оп-оп-оп-оп. Что, 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 давай-давай-давай. Это ты что, неужели под вечер? Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Да мелочь. Ну, не знаю, может и не мелочь. Так, вроде, идет с напрягом. Чтобы вы не сомневались, идет рыба, друзья. Наконец-то, все-таки мы что-то поймали. Лещ, конечно, сегодня не пришел. Хитрый такой лещ. Но густероида мы поймали. И, в общем-то, я думаю, что по толчку воды, то есть, когда воду толкнут, качнут с Киевского моря, мы, возможно, что-то возьмем покрупнее. Пока что довольствуемся вот таким прекрасным кляпсогустероидом. Жаркий очень день сегодня был, смена погоды была накануне. Все же я очень надеюсь, что вот сейчас, когда солнце потихонечку сошло, ну, заходит уже практически, вот, еще чуть-чуть, и совсем, так сказать, зайдет. И, возможно, подойдет с киевский лещ. Очень надеюсь, что он подойдет сюда из своих ям, из русла, подойдет ближе к мели, вот, ко второй бровке, так называемой. И мы его все-таки хапнем. Обращаюсь сейчас я к доблестным работникам госавтоинспекции. По старой доброй традиции, и европейской в том числе традиции, мы в Европу, в конце концов, уйдем. Правильные рыбаки придерживаются принципа поймал, отпусти. Ну, выпустим, да? Так вот, к вопросу, товарищи гречники, поймал? Отпусти. Ну что ж, сегодня была, наверное, самая честная рыбалка со звездами за мою телевизионную карьеру. И не прикажешь. Но, тем не менее, спасибо тебе. Рад, всегда рад. Друзья, приезжайте, будем ловить. Может быть, сегодня как раз рыба нам дала повод подумать о нашей следующей встрече. Может быть. Приезжайте, я буду клевать, но не сегодня. Клево было вчера и завтра, это мы хорошо знаем. Ну, а пока по доброй сложившейся традиции, пожелай что-нибудь на прощание нашим телезрителям. Дорогие друзья, знаете, в ситуации теперешней, непростой, в принципе, хотел бы пожелать вам мира в державе, дома и в душе. Пожалуй, это основное. Ну, и ни хвоста, ни чешуи всем рыбакам. Вы смотрели рыбалку со звездой. Гостем сегодняшней программы был радиоведущий Евгений Жигун. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин